привет привет друзья вы на канале кита сити с вами я его ведущий владимир и сегодня обзоре у нас с вами будет вот такая вот посылочка в которой находится клеевой пистолет пришла посылка примерно за 40 дней и в нем должен лежать ну такой необычный пистолет для клея а такой более менее крутой давайте распаковку делать и делать обзор пришла посылка в таком бумажном пакете внутри пупырка я уже вот приготовил клей бумажку так ну и вот как выглядит сам пистолет большой да больше чем я думал так ну и насколько 120 ватт это не самый мощный пистолет но все-таки он не из дешевых так как видите вот так вот он запакован из особенностей что мне понравилось то что у него на ручке должен быть вот регулятор температуры терморегулятор до от 100 до 220 градусов ну и сама мощность этого пистолета 120 ватт ну по идее он должен хорошо работать в руке лежит он очень хорошо удобно как обычно есть подставка для носика большая такая массивная кнопка очень прикольно лампочка наверное тут какая-то будет загораться сюда как обычно вставляется клей хорошо так выполнен и металлический носик носик этот должен откручиваться до откручивается на вот так вот он откручивается и есть комплектация для этого пистолета что можно выбирать различные насадки менять можно вот и длинненькие короткие толстые тонкие там несколько видов закручиваем обратно я выбрал без насадок если что насадки можно докупить отдельно хочется попробовать этот пистолет как он будет в работе вот дело в том что я попробовал много пистолетов и почти все они с носика течет из них клей поэтому я выбрал с терморегулятором который кстати регулируется отверточкой как видите вот такого тут терморегулятор есть сюда вставляется отверточка и регулируется температура так ну пусть будет на 100 градусов как пришел от производителя сейчас мы попробуем этот пистолет на разных температурах и вычислим на какой температуре клей начинает вытекать из носика вот мне это очень нравится когда клей вытекает и при каких температурах клей перестает вытекать из носика давайте разматывать обычный провод обычный метра полтора длина его так ну давайте за кстати смотрите еще забыл тут есть еще в комплекте вот такой вот небольшой кусочек клея я вот приготовил уже прозрачный клей такой вот на банном на базаре купил это такой по грубее не знаю может быть он даже лучше чем вот этот мягкий клей так ну что вставляем его и залетел врубаем в розетку так и что нам еще тут надо сделать нажимаем загорелась тут лампочка красная как видите да вот или не видно короче туда горит лампочка красная тут также горит лампочка красная так мы пробуем сейчас выставлена у нас самая минималка 100 градусов что у нас при 100 градусов получается так постепенно клей заходит но еще пока что не выходит наверно 100 градусов это все-таки маленькая температура клей медленно греется все уже не заходит хотя носик вот носик уже горячий у меня на предыдущих пистолетах не было терморегулятора и поэтому я не знаю при каких температурах они тогда работали но наверное надо подождать немножко пока он разогреется но носик горячий горячий носик но наверное не настолько горячий чтобы клей из него выходил давайте еще попробуем не не вот все-таки лезет клей как видите клей немножечко вылазит потихонечку но он такой густоватый густоватый так что хотя принципе в принципе он такой довольно таки не такой уж он и жидкий как показалось первым на первый раз то есть для того чтобы склеить то есть достаточно будет этой температуры ну так понятно что тестировать на бумаге не получится надо наверное взять что-то помощнее там пластик какой-нибудь но жалко что под рукой мне ничего такого нету ну как видите на 100 градусов вот такая вот вылазит штука с него ну и по идее пистолет капать не будет давайте попробуем что у нас тут есть дальше 130 градусов следующее деление у нас 130 градусов показывает накручиваем на 130 и пробуем не ну видно что он начинает вытекать уже так более резво более резво мы на ощупь все равно он я бы не сказал что он стал жиже на ощупь но вроде он приклеилась нормально сорвать буду так пускай будет так дальше что у нас следующая температура так но клей не течет не течет клей давайте еще одно деление так следующая температура у нас 160 градусов ну можно принципе и столик между 130 и 160 попробовать но я буду ставить на те обозначения которые именно написаны тут на терморегуляторе так разница в чем наверно надо подождать наверное какое-то время чтобы там чуть-чуть подразогрелся нагревательный элемент в этом пистолете хотя нет уже все уже все начинается он заметно когда ребята заметно что он стал клей жиже горячего теперь он уже чувствуется что горячий эти первые две температуры которые мы пробовали не такие горячие были хорошо так прикрелась бумажка теперь не подковырнуть будет рваться рваться будет так круг я приклеился даже так на сразу липучку эту оторвать готовить так давайте еще раз попробуем а кстати вот смотрите прошла там пока этот отвлекался но вроде бы капелькой тут не нарастает поэтому при температуре 160 градусов еще ничего не вытекает кстати вот такая вот и и те предыдущие пистолеты которыми пользоваться примерно так вот и вылить вытекал с них клей ну а тут у нас еще можно добавить еще градусов так пробуем 190 градусов 190 сколько по времени он должен разогреваться я понятия не имею но наверное где-то одном секунд 20 наверно после того как повернуть терморегулятор так ну давайте пробовать там прошло какое-то время ого он уже как вода стал смотрите видно но не как вода как варенье так пробуем на ощупь он жидкий такой да вот у меня таких вот жидких клеев не было еще то есть примерно на 160 градусов обычные пистолеты вот и работают так да хорошо клеит лет замечательно так ну и пробуем самую мощную 220 градусов температура когда видите сейчас мы повернули на самый максимум и сейчас вообще должно по идее быть но вообще жиденько да он стал очень жидкий такой пошел такой небольшой дымок так как бы он не загорелся наверное какая-то пыль начала там выгорать с него все дымок прошел наверно сильно разогрелся ну как увидите клей сейчас вот так вот капает сейчас нажимаю а это во время того как я нажимаю на кнопку клей двигается по стволу тут по пистолету и наверное какая-то пыль на этом клее есть это пыль выгорает да вот идет небольшой дымок при нажатии идет сносика как бы пар и изнутри отсюда но это наверное так оно и должно быть так нажимаем какое горячее реально очень горячий так мы давайте сейчас все так вот его вытру и оставлю на пять минут на пять минут и так вот оставлю сейчас вот так вот стоя вниз носиком на температуре 220 градусов на пять минут оставлю и мы посмотрим сколько же с этого носика вытечет клея течет ли он при максимальной температуре или нет итак друзья я прождал уже примерно даже 25 минут не пять минут как я хотела 25 минут так и заметил что на максимальной температуре все-таки клей начинает вытекать с носика вот смотрите вот это вот капелька видите вот капелька вот это накопилось за 25 минут при максимальной температуре я хотел все-таки подождать сколько же времени понадобится для того чтобы эта капелька накопилось настолько чтобы оторваться и упасть но это долго но наверное еще минут десять надо и тогда она накопится и оторвется но и где-то вот на вскидку что надо примерно 35 минут для того чтобы капелька полностью накопилось оторвалась и отпала так давайте сейчас я переключусь на температуру 190 градусов и посмотрим еще сколько же нужно времени чтобы чтобы увидеть сколько клея вытекает при температуре 190 градусов так все давайте время пошло и так прошло еще полчаса после того как мы поставили на температуру 190 градусов тоже начинает вылазить клей с носика но уже не так сильно как и эти вот сколько вылезло за полчаса но где-то пол капли до пол капли но лично для меня это нормально возможно есть такие пистолеты которые вообще не в не протекать если есть такие то вы скажите пожалуйста мне как называется эта фирма оставьте пожалуйста в комментариях я хочу откупить такой пистолет который вообще не пропускает клей в режиме паузы но за полчаса на 190 градусов как видите вот пол капли вот это вот ну давайте еще раз уже пошло такое дело давайте я еще раз протестирую сейчас на температуре 160 градусов 160 градусов будет ли клей вылазит или нет так как вы видите ничего сейчас нету так ну и давайте подождем что же у нас получится на температуре 160 градусов и так прошло еще 30 минут полчаса на температуре 160 градусов давайте посмотрим на носик на носике у нас есть небольшая такая вот выпуклость такая маленькая легкая выпуклость он кстати даже себя так вот переворачиваю она вот так вот внутрь даже заходит но когда вот так вот стоит носиком вниз то такая вот все-таки такая маленькая гулька образуется но как видите ничего не вытекает но при температуре 160 градусов если клей вот так вот но это можно сказать что он вообще практически не вытекает то клей у нас вот в таком вот таком вот жидком состоянии вытекает но довольно таки жидкая вам скажу то есть можно работать и при 160 градусах так давайте тут сейчас попробуем да очень хорошо выдавливается легко мягко и горячий сильно так сказать вообще хорошо тогда горячий такой так что режим 160 градусов и клей вообще не вытекает но если надо чтобы пожиже был то конечно же можно и добавить но за полчаса там капелька все-таки какая-то вылазит но я думаю что одна капля это уже не так критично как в других пистолетах что так вот стоит и только успевай карандаш поджимать потому что с него уже натекают я думаю что это вполне нормальный пистолет итак друзья какой вывод я сделал насчет этого клеевого пистолета пистолет чуть чуть подороже чем обычные пистолеты можно докупить на него различные насадки тонкие толстые длинные короткие там разные есть насадки они наборчиком продаются и при желании можно докупить или же купить вместе же с этими насадками пистолет быстро греется можно сказать что практически не протекает клей только на высоких температурах это по одной капли в полчаса ну и красивый удобный дизайн в руке лежит очень удобно чем-то напоминает даже настоящий пистолет в комплекте идет одна тестовая палочка клея тоже довольно таки неплохо хороший длинный полтора метровый кабель но и самое главное то что тут есть терморегулятор это не очень сильно понравилось но и сам дизайн пистолета тоже неплохой если кому интересно посмотреть что у него в середине то вы напишите мне в комментариях и я тогда обязательно сделаю новое видео я его разберу откроем посмотрим что у него середине какой у него тут нагревательный элемент каких он размеров ну и вообще как она тут внутри все устроено но и принципе больше мне рассказать про этот клеевой пистолет ничего ссылку на магазин продавца где я купил этот клеевой пистолет я оставлю в описании под видео кому интересно переходите смотрите изучайте ну и при желании покупайте также оставлю еще несколько ссылок на другие клеевые пистолеты которые по моему мнению тоже неплохие есть пистолеты и подороже и подешевле чем-то лучше чем-то хуже как говорится на любой цвет и вкус мы будем заканчивать на этом наше видео всем кому он было интересным полезным или чем-то понравилось то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал с вами был ведущий владимир до новых встреч пока пока а 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 и а Продолжение следует...